Продолжаем рассматривать грязные шахматные трюки в сицилианской защите. После первых ходов Е4, С5, конь С3. Белые играют конь С3, обычный ответ здесь конь С6 и слон Б5. Белые хотят побить слоном на С6 и у черных будут сдвоенные пешки. Ферзь С7, конь Ф3, А6. Слон бьет на С6, ферзь бьет на С6, Д4, СД, конь бьет на Д4. Черный ферзь под атакой, в то время как белые готовы к рокировке и вывели две фигуры, что является хорошей компенсацией за отданного слона. На третьем ходу после слон Б5 черные также могут сыграть конь Д4. Слон С4, нацеливаясь на пешку Ф7 на пункт Ф7. Ферзь С7, G6, конь Ж на Е2, слон Ж7, конь бьет на Д4, СД. Черная пешка Д4 является сильной помехой в лагере белых. И вскрыта линия С, полуоткрытая линия С. Но белые играют ферзь Ф3. И есть несколько вариантов защиты пункта Ф7, конь Х6, Д3. Слон С1 напал на коня Х6, и белые снова угрожают поставить мат. Рокировка с защитой пункта Ф7. Конь Е2, Д6, и Х3. Конь Х6 находится на краю доски и выключен из игры. На седьмом ходу после ферзь Ф3 возможен также еще один ход конь Ф6. Итак, ферзь Ф3, белая напали на пункт Ф7, и конь Ф6. Этот ход является серьезной ошибкой после конь Б5, Е5, конь Д6, шах. Король Ф8, и заключительный удар, конь бьет на Ф7, вилка. Поэтому черные на восьмом ходу защищают пешку Д4 ходом ферзь Б6, и получают удар Е5. Черные вынуждены играть конь Х5, так как если они сыграют конь Ж8, то получат шах, ферзь бьет на Ф7, шах, и теряют слона и ладью. Поэтому черные здесь играют конь Х5, Ж4, ферзь С6, ферзь связывает своего белого оппонента, слон бьет на Ф7, ферзь Д8, конь бьет на Д4, ферзь бьет на Ф3, конь бьет на Ф3, ладья Ф8. Защищаем слона, конь Ж5, Х6, Ж, Х, Ж, с большим преимуществом у белых. На седьмом ходу черные могут на ферзь Ф3 ответить Е6. Рассмотрим этот вариант. Кажется, что это хороший ход, но он сильно ослабляет поле Д6. Конь Б5, ферзь Б6, защищая поле Д6, ферзь Ф4. Атакованы поля С7 и Д6. У черных большие проблемы. Итак, смотрим еще один вариант. Слабую диагональ Б8, Х2. Б8, Х2. Можно защитить также ходом слон Е5. С3, нападая на пешку Д4, ДЦ и Д4. Слон под боем, слон Б8. Слон уходит на поле Б8 и конь бьет на С3. В результате получаем дыры в позиции черных. Преимущество белых в игре по этим черным полям. На восьмом ходу также возможен ответ Д5. ЕД. А6. ДЕ, нападая на пункт Ф7. ФЕ. Конь А3. С преимуществом у белых. Еще один восьмой ход черных. Д6. Ферзь А3. Атакуя пешку Д6. Если здесь слон Е5, то ракировка с идеей Ф2, Ф4. Поэтому черные отвечают слон Ф8. Конь бьет на Д4. Д5. Черные напали на ферзя. Слон Б5 шах. Слон Д7. Слон бьет на Д7. Ферзь бьет на Д7. Ферзь Ж3. ДЕ. Ферзь Е5. Двойной удар. Белые напали на ладьё и пешку. Ф6. И ферзь бьет на Е4. Также на 13-й ход белых ферзь Ж3 возможен вариант. Слон Ж7. Е5. Ферзь С7. Нападая на пешку Е5. Ф4. Защищая ее. Ферзь Б6. И С3. У черных плохой слон на Ж7. А позиция белых лучше. Вернемся еще раз к четвертому ходу белых. Слон С4. И рассмотрим ответ Е6. Конь Ж на Е2. Конь Е7. С идеей Д7, Д5. Рокировка. Позиция черных кажется хорошей. Но проблема в том, что король застрял в центре. И белые пользуются этим. Д5. ЕД. ЕД. И конь бьет на Д5. Конь бьет на Д5. Конь бьет на Д4. СД. Ферзь H5. Нацеливаясь на пункт Ф7. И на коня Д5. Слон Е6. Защищаясь. И ладья Е1. Слон на Е6 не защищен, так как пешка Ф7 связана. Конь Ф4. Слон Б5. Шах. Король Е7. Ферзь Ж5. Двойной удар. И белые выигрывают фигуру. После ладья Е1 возможен также ответ слон Е7. В этом случае белые бьют слона на Е6. Ж6. Естественно, ладью брать нельзя по правилам, так как пешка Ф7 связана. Поэтому черные отвечают Ж6. Ферзь Е5, нападая на ладью черных. Рокировка. Слон бьет на Д5. ФЕ. Слон бьет на Е6. Ладья Ф7. Защищаясь от шаха. И у белых две лишние пешки и выигранная позиция. На этом все. Смотрите следующие выпуски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова